Евросоюз, США и другие страны-партнеры – Казахстан, Намибия, Украина и Узбекистан – объявили о запуске глобального форума партнерства в сфере безопасности полезных ископаемых. В специальной встрече представители всех сторон в бельгийском городе Лёвен участвовали министр промышленности и строительства Казахстана Канад Шарлапаев и посол нашей страны в Бельгии Маргулан Баймухан. В Еврокомиссии отметили, что форум станет новой платформой для сотрудничества в сфере критических сырьевых материалов. Клуб критического сырья, создание которого ранее заявила Еврокомиссия, станет полноправной частью этого форума. Его участники – это страны, богатые природными ресурсами, так и нуждающиеся в них государства. Форум призван стать уникальной платформой, влияющей на глобальную политику в сфере критического сырья. Это предложение – работать сообща и совместно вырабатывать политику по привлечению инвестиций, диверсификации цепочек поставок и обеспечения помощи странам, богатым сырьём, в увеличении местного производства. Мы будем делать это вместе с привлечением наших правительств, бизнеса и гражданского общества. В Армении чистят и ремонтируют автотрассы. Дорожные службы также обновляют разметку и устанавливают новые знаки. На межгосударственной трассе М3, которая ведёт Грузию, строители делают ямочный ремонт уже второй с начала года. Одна из причин – песково-соляная смесь, которую разбрасывают во время гололёда. При потеплении она разрушает покрытие, появляются трещины. Но самое главное – в день по этой трассе проходят сотни фур и тысячи легковых автомобилей. Такой способ позволяет локально восстановить повреждённый участок, не пригоняя массовую спецтехнику. Другая служба проводит мониторинг дорог. Есть места, где такие заплатки не помогают, нужен капитальный ремонт. После зимы приходят негодности дорожные знаки. Их заменяют на новые. На дорогах Армении десятки чёрных зон, где постоянно происходят аварии. Приходится менять скоростной режим и добавлять горизонтальную разметку. Сразу после ямочного ремонта дорожные службы приступают к разметке автодорог термопластика. Этот материал обладает высокой износостойкостью и длительным сроком службы. Контролируем состояние автотрассы электронно с помощью мобильного приложения. Дорожные инженеры фиксируют нарушения и отправляют данные подрядчику, который обязан провести ремонт в соответствии с нормами. До сентября этого года все сельскохозяйственные животные в России должны быть поставлены на учёт. В ряде районов страны действует закон об их регистрации. Правила касаются всех владельцев животных и домашней птицы. И крупные хозяйства, и фермеры, и те, кто держит живность в личном подсобном хозяйстве, должны в установленные сроки зарегистрировать своих питомцев. Так, до 1 сентября этого года должны быть промаркированы и поставлены на учёт крупные рогатые скоты и свиньи, а также птицы, лошади в промышленном секторе. До 1 марта 2025 года на учёте будут лошади в личных подсобных хозяйствах, а до 1 сентября того же года – пчёлы и пушные звери, а также верблюды, олени, кролики в промышленном секторе. До 1 марта 2026 года необходимо зарегистрировать всех рыб, А до 1 сентября того же года птиц, олени, кроликов в частном хозяйствах имел кирогатый скот. За уклонение от учёта владельцы животных ждёт штраф до 20 тысяч рублей. Ветеринарные службы могут через суд обязать хозяев по голове выполнить требования. К фермерам и крупным хозяйствам больше внимания. И требования строже, и сроки учёта для них более сжатые. И это понятно. Риски возникновения и распространения инфекционных болезней животных в таких хозяйствах выше, чем на небольшом личном подворье. Что касается животных домашних, то в России чипирование питомцев не обязательно, но приветствуется. Благодаря чипу ветеринары смогут получить нужную информацию в электронном формате почти мгновенно. Это большой плюс для здоровья животного. Если кот или собака заболели, то медики безошибочно определят, какая нужна помощь. А ещё устранится поиск хозяина, если питомец потеряется. Такие меры действуют в нескольких регионах России, в том числе в Ставропольском крае и в Московской области. Хозяева сами выбирают, как им лучше маркировать. Они могут выбрать ушные бирки, могут выбрать микрочипы, которые вживляются под кожу. Также они могут выбрать электронные ошейники. Поставим бирку, регистрируем регистрационную ведомость. И по этим данным уже вносим в информационную систему для автоматизации при работе в сфере агропромышленного комплекса. То есть полная прослеживаемость этого животного. Индия может стать главным драйвером роста мировой экономики к 2028 году. К концу десятилетия ВВП страны ускорится до 9%. В Китае главным сопернике по темпам экономики этот показатель, наоборот, замедлится для 3,5%. Так Индия может обогнать Поднебесную уже к концу десятилетия. По данным агентства, западные партнеры все чаще видят в Пекине соперника, а не партнера. В то же время индийский фондовый рынок растет. Страна привлекает иностранных инвесторов и заключает новые торговые соглашения. В прошлом году авиакомпании Индии заключили рекордные сделки на поставку самолетов с Airbus и Boeing. По данным Евростата, в 2022 году 22% населения Евросоюза находились под угрозой бедности или социальной изоляции. В Румынии этот показатель составляет 34,4%. За последние несколько лет ситуация принципиально не меняется. Но в годовом докладе Европейской сети по борьбе с бедностью отмечается, что больше всего страдают от этого женщины из-за низкой заработной платы и необходимости ухода за иждивенцами. Это также вынуждает женщин соглашаться на временное трудоустройство или неполный рабочий день. Доклад Европейской сети по борьбе с бедностью также отмечает, что рост цен на жилье и высокая инфляция сильнее всего ударили по уязвимым группам населения, включая молодежь и людей с низким уровнем образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова